Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье КБ, которая уже давно дома. В клинике Донью держали всего 7 часов и в этот же день отправили обратно домой. В больнице Донье сделали анализы, провели кое-какие обследования, однако спасла Донью КБ не американская медицина. Нет, Донья очень скептически относится вообще ко всем этим больницам в Соединенных Штатах. Толком там ничего путного не делают. Вроде то, а вроде не то. Короче говоря, Донью отправили домой и только благодаря Ютубу и поддержке Селима Донья КБ смогла выжить. Ей сразу там в Ютубе написали, какие упражнения нужно делать. Несмотря на то, что у Доньи кружилась голова, что Доне было очень сложно что-либо читать, она все равно что-то там себе отметила, какие-то упражнения, которые в обязательном порядке нужно проделывать, и эти упражнения ей действительно помогли. Что же произошло? А произошло следующее. Позавчера у Дони закружилась голова, земля ушла из-под ног, все стало вокруг ходить ходуном, и она поняла, что это хрусталик, потому что с Доней такое уже происходило несколько лет назад. Тогда она еще жила в Москве, тоже попала в больницу. Правда, в Москве Донью держали с такими симптомами ровно месяц, сделали ей капельницы, примочки. В общем, только после того, как Донью стабилизировали, ее выпустили из больницы. В Соединенных Штатах ее продержали, как я уже сказал, 7 часов, и дальше уже Донья занималась самолечением. Да, ей выписали там какие-то таблетки, но я так понимаю, что Донья не хочет травиться этой химией, не хочет пичкать свой организм какими-то там таблетками. Она нашла альтернативные способы излечения, в частности, упражнения, которые ей порекомендовали подписчицы. Я, говорит Донья, никогда ни за что не закрою свой YouTube-канал. Он спас мне жизнь. Столько знающих людей, которые всегда дадут нужный совет в нужную сложную минуту. Что же произошло? У Дони закружилась голова, она чуть было не рухнула, она не знала, что делать, как быть, но поскольку с ней такое уже приключалось, она примерно понимала, что происходит. Поэтому она не растерялась, а схватила свой мобильный телефон и проверила, как далеко ехать до ближайшей клиники. Потому что если далеко, она бы вызвала 911. Но поскольку ближайшая клиника, где ее могли бы принять, находится недалеко, Донья взгромоздилась сама в свою машину, в свой кабриолет и бочком-бочком, не поворачивая голову, смотря только вперед, какими-то окольными путями, дворами добралась все-таки до клиники, где ее и приняли, где ее положили на обследование. Что же стало, что же послужило причиной вот такого вот головокружения, вот такого вот состояния? Ну, говорит Донья, когда с нею это приключилось в России, то этому событию предшествовали дикие танцы. Донья так танцевала на какой-то кубинской вечеринке, закидывала назад голову, задирала ноги, трясла головой, трясла пятой точкой тоже, да, это часть танца, тут никуда не денешься. Крутила головой, крутила бедрами, кроме того, пила ром. Но ведь всего этого не было в этот раз, поэтому Донья в недоумении. Ну, что-то она там танцевала, но разве это можно назвать танцами, говорит Донья. Подумаешь, переминалась с ноги на ногу, да, что-то там крутила головой, немножко поднимала вверх руки. Но это не такой танец сумасшедший. То есть танцы на круизе ни в какое сравнение вообще не идут с теми сумасшедшими танцами, которые Донья отплясывала в свое время с кубинцами. Причем, когда Донья тусовалась с кубинцами, она же еще и ром пила, она ручку не отводила. А на круизе-то всего этого не было. На круизе Донья ни-ни в рот не брала, потому что от алкоголя она уже давно отказалась, уже года три. Алкоголь вообще не признает, и на него даже не смотрит. Поэтому Донья пребывает в недоумении, что же с ней такое могло произойти, почему этот хрусталик снова выпал. Кто-то говорит, что виной может быть, конечно же, и круиз, потому что ее же укачивало, укачивало на круизе. Возможно, даже если мы не чувствуем этой качки, все равно что-то там в мозгу происходит, если у вас уже изначально есть такая проблема. Короче говоря, Донья, конечно, в растерянности, но Донья пока еще не готова отказаться от круизов. Ее ждет еще трансатлантический круиз, 13 дней на судне. Тем не менее, Донья сказала, что если после следующего круиза у нее опять будет такая катавасия, то она уже для себя сделает вывод, что действительно эта круиза, круизы ей противопоказаны, и тогда ей придется отказаться от этого удовольствия. Ну, кстати говоря, знаете, если вдруг у Донья снова начнется головокружение после следующего круиза, после трансатлантического круиза, то это не конец света, потому что Донья будет со своим мужем. После трансатлантического круиза Донья мчится в объятия своего молодого мужа, вот и будет испытание молодым. Посмотрим, как молодой муж будет ухаживать за своей женою, как он будет сопровождать ее в клинику, наверное, как будет держать ее за ручку. Пока что Селимон поддерживает свою Донью только виртуально. И если бы не Селим, говорит Донья, я не знаю, что со мною было бы. Он всю ночь не спал, все время был на связи, все время поддерживал свою женую, переживал, сразу же наутро позвонил, и потом весь день сидел, зевал на работе, все время его клонило ко сну, все время он засыпал за рулем. Вот это безответственность, да, что одна, что другой. Это сама своим ходом помчалась в клинику, пусть огородами, пусть дворами, пусть какими-то окольными путями, но ведь это опасно. Ладно, она не переживает за себя, но ведь она представляет опасность для других автомобилистов. На дороге еще есть и пешеходы, которые переходят дорогу и так далее и тому подобное. Ну и Селимон, зная, что ему на следующий день нужно развозить пассажиров, всю ночь не спит, а потом засыпает за рулем. В общем, короче говоря, безответственная семейка, но Доня сказала, что если вдруг с нею что-то подобное еще раз приключится, то она просто включит Селима 24 часа в сутки, выведет его на экран, и они будут в режиме реального времени общаться, потому что ей очень страшно находиться одной, очень страшно быть одной. Ведь действительно Доня Кабе, как выясняется, в трудную минуту остается совсем одна. Ладно там в повседневной жизни, когда она себя нормально чувствует, сидит одна в этой своей квартирушке, это еще можно пережить. Есть интернет, есть телевизор, в конце концов, есть молодой муж, который 24 часа в сутки трезвонит. Но когда тебе плохо и тебе нужна физическая конкретная помощь, ты осознаешь, что у тебя никого нет. Даже Родни как-то отошел на второй план, потому что ему Доня тоже звонила. Но Родни, говорит Доня, ни рыба, ни мясо. Вот в таких стрессовых ситуациях он не любит отходить от буквы закона. Она там пыталась что-то у него расспрашивать относительно того, знает ли он какие-нибудь еще способы для того, чтобы все это как-то преодолеть. Но Родни оставался непоколебим. И сказал Доня, слушай, ты в клинику ходила? Ходила. Тебе там бумажки с инструкциями выдали? Выдали. Тебе таблетки прописали? Прописали. Ну вот и следуй тому, что прописал доктор. Не нужно никакой самодеятельности. Но Доню это не устраивает. Она бросила трубку. С этим Дродни каши не сваришь. Бесполезно к нему обращаться. Тем более он за 3-9 земель. Говорю же, Доня совсем одна. Некому протянуть руку помощи. Поэтому остался только Ютуб. Никогда, говорит, его не закрою. Вы спасли мне жизнь. Доня почитала и стала делать упражнения. Те упражнения, которые ей там объяснили. И все у Донни стабилизировалось, нормализировалось. И теперь Доня, да, осторожничает, но тем не менее чувствует себя прекрасно. И уже сегодня должна была выйти на работу. Вот такое развитие событий. Кстати, люди стали переживать по поводу того, во сколько же обойдется Донье этот визит к врачу. Доня сама спокойно говорит, что вы переживаете? У меня же есть страховка. Мне из кармана нужно будет выложить всего 30% от общей стоимости. Даже если визит к врачу обойдется мне в 10 тысяч долларов, мне всего нужно будет выложить 3 тысячи долларов. А поскольку у меня есть страховка, и мне из кармана нужно максимум выкладывать 1200, вот 1200 я им заплачу в рассрочку. По 100 долларов буду каждый месяц выплачивать. За год расплачусь. Поэтому такие мелочи Донью вообще не волнуют. Это зрители там сокрушаются и переживают за Донью. А Доня, ну подумаешь, плюс 100 долларов в месяц, минус 100 долларов в месяц, Доня даже не заметит. И вы знаете, возвращаясь к тому, что Доня вот так вот одна, некому помочь, я сейчас снова скажу кое-какие вещи, которые вызовут шквал негодования, но я, тем не менее, вынужден это сказать. Дело в том, что вот меня ругают все за влажную тряпку, да. Но, как показала жизнь, эта влажная тряпка в случае с Доней КБ стала пророческой и сейчас нужна как никогда. Потому что именно сейчас, когда у Доньи земля уходит из-под ног, когда все вокруг ходит ходуном, когда голова кружится и Донье нужно цепляться за все вокруг, чтобы не рухнуть, Доня не может уже который день по-человечески принять душ. Ну не может она вскарабкаться в эту ванну. И это понятно, потому что грохнешься в этой ванне и убьешься там нафиг. Поэтому Донье приходится выкручиваться. Доня призналась, что уже несколько дней не мыла голову. И для того, чтобы хоть как-то по-человечески выглядеть, она собирает просто свои грязные волосы в дульку, потом все это распускает, вспрыскивает лаком, и вроде как новая прическа, новая укладка. То же самое касается и принятия души. Ну нет возможности сейчас вскарабкаться в ванну. Поэтому на помощь приходит влажная тряпка. Обтерлась во всех нужных местах, вспрыснулась с Шанелью. И вроде как свежая и благоухающая. Идешь на работу или идешь по каким-то своим делам. Поэтому не зарекайся. Как говорится, все в этой жизни бывает. Но я считаю, что лучше влажная тряпка, чем рисковать жизнью и стоять, принимать душ в скользкой ванне. Короче говоря, это вот то, что касается практических моментов. Ну я так понимаю, что не совсем уж все так плохо. Потому что вчера еще Доня, проснувшись, приведя себя в порядок, рванула на почту, чтобы наконец-таки отправить посылку с вещичками для внучка. По этому поводу будет отдельное видео. Я так понимаю, что там тоже были какие-то шероховатости. И не все прошло так гладко. Потому что Доня сказала, что будет высказываться по поводу того, что ее устроило, что ее не устроило. И вообще стоит ли это того. Ну, наверное, Доня озвучит нам цену за эту посылку. Потому что многие из тех, кто отправляли посылки в Россию из тех же блогеров, часто жалуются на то, что пересылка стоит дороже, чем тот хлам, тот шерпотреп и те тряпки, которые они в эту посылку положили. Посмотрим, что по этому поводу скажет Доня Кабе. Ну, а в целом у Дони Кабе все хорошо. Доня оклемалась. Доня пришла в себя. И уже на днях, возможно, даже сегодня, поедет сдавать кое-какое тряпье. В частности, блузку без плеча. Еще какой-то черный топик. Черную блузку тоже поедет сдавать. Говорит, у меня в шифонере этого тряпья тлеющего. Горы, склады. Зачем мне все это нужно? А так, блузка 60 долларов без плеча. Черная тоже там сколько-то стоит. И уже, глядишь, выгодала какие-то деньги. Вернула обратно. В общем, такой вот круговорот тряпья в природе. Все это Доня обязательно заснимет. Когда поедет сдавать тряпки, обязательно пройдется еще по магазину. Покажет нам сумочки. Да, потому что, говорит, девушки, которые смотрят ее видео, очень интересуются покупками. Просто обожают видео из магазинов. Поэтому Доня их не разочарует. Обязательно походит по магазину, все пощупает, все потрогает. Ну, это очень хорошая новость. Не потому, что я с удовольствием жду видео из магазина, где нам будут показывать сумочки. А потому, что это свидетельствует о том, что у Дони все хорошо, все прекрасно. Ничего у нее больше не кружится. Потому, что если бы человек вот так вот проваливался и не находил себе места, ему нужно было бы за все хвататься, он, естественно, не потащился бы в магазин, чтобы просто ходить и показывать нам полки с сумочками. В общем, порадуемся за Донью. Но, конечно, она счастлива и довольна. Потому, что в жизни ее есть молодой муж Селим, который все время на связи. Это создает ощущение того, что она не одна. Хотя, на самом деле, мы с вами понимаем, что она одна совсем одна. Но создается вот такая вот видимость того, что вроде она не одна. Это психологический такой момент. Вроде как есть Селимон и есть подписчицы, которые тоже Доню поддерживают. Кстати говоря, если вдруг в один прекрасный день Доня психанет и снова будет угрожать тем, что она уйдет с Ютуба, не верьте этому больше. Это просто поза. Потому, что теперь у нас черным по белому. То есть Доня несколько раз повторила, что она ни за что никогда не закроет свой Ютуб-канал. Потому, что это такая вот жизненная линия. Линия жизни, которая позволит ей в трудную минуту просто не растеряться. Потому, что кто-то обязательно отзовется. Что уж послужило причиной такому вот состоянию Доньи. Возможно, действительно танцы. Может, действительно нужно меньше плясать. Но давайте не будем гадать, потому, что даже клиника толком не смогла разобраться. И конкретно ничего внятного Доня КБ не ответила. Просто выписала кое-какие таблетки. Мол, пей, Доня КБ, и все у тебя будет хорошо. Ну, если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите. Делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю ваши комментарии. Благодарю всех, кто поставил лайки, кто подписался на мой канал. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.